Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберёмся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы или поделиться своим мнением. Говорят, в ближайшем будущем у каждого человека появится свой персональный робот. Для того, чтобы знать, как им пользоваться или, может быть, иметь возможность самостоятельно сконструировать, нужно обладать некими техническими навыками и знаниями. А вот где эти навыки и знания взять, точно знают гости сегодняшнего эфира. Это Дмитрий Мартынов и Денис Кирсов. Здравствуйте! Здравствуйте! Не могу не спросить, робототехника в вашей жизни с чего началась? Откуда появилась? С детства интерес был или со временем возник? Ну, скажем так, в нашем детстве о каких-то роботах и всяких умных устройствах можно было только мечтать и видеть это в фантастических фильмах. Но за, скажем так, 10 и чуть-чуть более лет мы приблизились к тому, что такие умные устройства и роботы уже окружают нас повсюду. То есть смартфоны, всякие умные часы, умные пылесосы и так далее постепенно-постепенно входят в нашу жизнь. Денис, а в вашей жизни как появилась робототехника? Ну, я еще с детства знал и считал, что я буду инженером. И пошел в институт технический МГТ имени Баумана, окончил его. А потом мне предоставилась возможность преподавать робототехнику в одной из школ Денцовского района. И, собственно, пошло-поехало. Мне это понравилось. И я считаю, что я нашел себя. Но сейчас это не только ваш интерес, это еще и ваше дело. То, чем вы занимаетесь каждый день, это, наверное, работа, которая приносит удовольствие. И прежде чем перейти к остальным вопросам, я предлагаю посмотреть сюжет. Спасибо. Пока по техническим причинам мы сюжет выдать не можем. Мы его покажем обязательно чуть-чуть позже. А вот сейчас редактор подсказывает, что сюжет к эфиру готов. И внимание на экран. Реализовать технический проект, собрать робота, смоделировать предмет с помощью 3D-принтера или фрезеровочного станка. Все это и не только можно сделать в Центре молодежного инновационного творчества «Роболатория». Площадка будущего, где возможно воплотить в жизнь почти любую техническую задумку. Теперь заработала в Одинцово. Это в начале года пришла ко мне группа молодых людей, которые готовились к фестивалю «Робо-сити». Мы отдали на целый день волейбольный наш центр, где и проходил этот фестиваль. И когда мы общались, ребята вышли с идеей создать такой молодежный центр, в котором мы делали и 3D-принтеры, и станки по работе с металлом, с пластиком, с водородом и так далее. Идею поддержал. Вот мы подготовили помещение, провели необходимый ремонт. В июне этого года Министерство инвестиций и инноваций Московской области подвело итоги конкурса на предоставление субсидий для создания и развития таких площадок. Из 14 заявок были отмечены 4. В их числе оказался и Одинцовский проект «Роболатория». Место замечательное. На мой взгляд, муниципалитет и ребята-организаторы СМИ-то отработали на 120%. То есть дети очень довольны. Та техника, которую сюда поставили, позволит развивать креативные навыки и знания у молодежи. На мой взгляд, в настоящий момент это крайне важно, потому что не секрет, что не хватает инженеров, не хватает программистов, не хватает людей, которые могут создавать что-то новое. Эта инновационная площадка поделена на две зоны. С одной стороны расположены устройства для 3D-моделирования. С другой – оборудование, которое позволяет обрабатывать дерево, пластик и металл. В данном случае я взял с сайта ОТВ-логотип, перевел его в векторный файл. Дальше я перехожу в программу «Курл Дро». С помощью функции показа рамки посмотреть, примерно в каком квадрате будет находиться наш логотип. И после этого просто нажать кнопку «Стар». Для талантливых молодых людей Центр инновационного творчества – возможность самореализоваться, узнать много интересного в сфере технических наук и приобрести ценный опыт, который в будущем поможет при выборе профессии или в работе. Центр молодежного инновационного творчества позволяет ребятам уже со школы, со школьной скамьи соприкоснуться с робототехникой, с электроникой, 3D-технологиями, печатью, сканированием, моделированием и другими интересными вещами, которые могут оказаться им полезны во взрослой жизни, когда они поступают в высшие учебные заведения. Многие ребята уже достигли определенных успехов в технических разработках и, несмотря на свой малый возраст, представляют проекты на областном уровне. Это робот для СУМО. Его я собрал вчера на уроке. Он едет вперед. С помощью датчика он обнаружает противника, когда он близко подъезжает, и поднимает ковш. Например, с помощью этого ковша можно снег разгребать роботов или убирать улицу. Находится центр в доме на улице Маршала Бирюзова, 30А. Более 30% услуг будут предоставлены на бюджетной основе. В Одинцовском районе работает уже 12 кружков сети роболатория, в которых занимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Центр молодежного и инновационного творчества работает уже почти месяц. Можно подвести какие-то первые итоги? Чем-то удивили вас посетители? Видимо, удивили. Да. Мы начали работу с проведения мастер-классов. У нас проходят каждую неделю мастер-классы по работе на том оборудовании, которое у нас есть. В первую очередь это станок для лазерной резки, который предоставляет очень большие возможности для творчества. То есть можно нарисовать любую модель в векторном редакторе, нарезать на этом станке лазером детали и потом эту модель собрать. Это может быть и шкатулка, и самолет, и какое-то животное. То есть то, что раньше на уроках труда выпиливали в течение месяца, может быть, лобзиком, можно сделать за несколько минут, иногда часов, если модель сложная, на вот таком станке. Ну, вот это, по силам пришедшему вот прям сразу в Центр молодежного творчества, или там спустя несколько занятий он сможет овладеть этим революмом? Ну, честно говоря, подобные умения появляются и даются не сразу. Вот. То есть сначала у ребят получается делать какие-то примитивные изделия, примитивные формы, а с течением времени после нескольких занятий, скажем так, они уже смогут делать более сложные изделия с какими-то вырезами и так далее. А чем еще можно заняться в Центре молодежного инновационного творчества? Что еще представлено? Ну, помимо изделий из дерева, там еще предоставлен парк 3D-принтеров. То есть и ребята могут на компьютере смоделировать свою 3D-модель. Это изображение, например, какого-нибудь медальона или своего имени вырезать, вытянуть его в программе в 3D и распечатать на 3D-принтере. То есть у нас там есть несколько 3D-принтеров, в том числе, которые могут печатать двумя пластиками. То есть это может быть разноцветная деталь, в том числе, такую деталь можно распечатать, предварительно отсканировав человека с помощью 3D-сканера, который есть также в нашем Центре. В принципе, в Центр может прийти любой желающий или есть какие-то ограничения, может быть, по возрасту, по уровню знаний? Нет, в принципе, может прийти любой желающий от 6-7 лет. Вот. Естественно, для каждого возраста, для каждого уровня знаний у нас есть определенный продукт, определенные предложения, которые мы можем предоставить. То есть это набор мастер-классов, курсов и так далее. И сейчас любой желающий может записаться на данные кружки, позвонить по номеру раборатория, и в соответствии с его возрастом ему может быть предложен тот мастер-класс, тот курс в соответствии с возрастом. Стоит отдельно сказать, что не только дети могут заниматься, но и взрослые, потому что оборудование позволяет делать очень серьезные вещи. Ну, на самом деле, нужно ли все-таки обладать какими-то, может быть, склонностями к техническим наукам, или даже гуманитария можно посадить, научить, и все у него получится? Можно, если есть желание. То есть если есть огромное желание что-то сделать своими руками, то не готовы этих людей, этих ребят принять. И, скажем так, в рамках мастер-класса, воркшопа, курса с ними что-то такое интересное сделать. Подделку, элемент мебели или что-то иное. А вообще какова главная цель создания Центра молодежного творчества, инновационного? Ну, во-первых, поддержка молодых ребят, которые делают свои проекты, потому что на сегодняшний день очень дорогое удовольствие иметь 3D-принтер, иметь вот такие вещи. А Центр является некой точкой, куда любой может прийти и воспользоваться данным оборудованием. То есть это доступность. Ну, ключевой момент, что при этом очень важно, чтобы такой человек имел какой-то свой проект. То есть тут мы говорим о поддержке молодежных или детских проектов, которые ребята представляют на различных конференциях. То есть не секрет, что в Одинцовском районе в ушедшем году проходила первая конференция по робототехнике. И сейчас ребята, которые приходят в ЦМИТ, в Центр молодежного инновационного творчества, работают над такими проектами. И честно скажу, по сравнению с прошлым годом, скорость работы, воплощения этих проектов в реальность, она в разы выросла. То есть если год назад они могли только мечтать о том, чтобы, не знаю, вчера нарисовать корпус своего робота, своего изделия, а сегодня это все изготовить на оборудовании, то сейчас у них такая возможность есть. — Является ли это в том числе и пропагандой, скажем так, инженерной профессии? — Да. — Да. Это одна из наших общих идей с Дмитрием. То, что мы оба инженеры, и мы хотим, чтобы профессия инженера, она была востребована и высокооплачиваемая. И поэтому мы в том числе поддерживаем этот культ и уважение к инженерной профессии. — Но интерес у девчонок и мальчишек есть? Есть надежда на то, что инженеров в ближайшем будущем станет больше? — Да, конечно, есть. Таких центров, как у нас по Московской области, уже восемь. И в каждом из них занимаются ребята, которым преподаватели таких центров прививают интерес к инженерному творчеству, к инженерной профессии. Я думаю, что многие из них поступят потом в МГТУ имени Бауна, в МГУ другие какие-то инженерные вузы и станут классными специалистами. — А в дальнейшем где они себя смогут реализовать? Ну, все-таки инженерная профессия, она такая достаточно интересная, сложная, но подчас выпускники не могут найти себе работу. Не получится так, что инженеров станет много, а рабочих мест нет. — Путей несколько. Если выпускник вуза, он 4 или 5 или 6 лет, в зависимости от специальности, не терял время, а впитывал знания, занимался какими-то интересными проектами, то на рынке труда он будет очень востребован. И работодатели будут за него, можно сказать, драться, кто его возьмет. А есть второй путь. То есть это открытие своего дела. — Вот как вы, например? — Открытие своего дела, да, своего бизнеса. И мне кажется, этот путь, он хоть и более трудный, чем первый, потому что налагает определенные обязательства, определенную ответственность на того человека, который начинает проект, дело, да, чтобы довести его все-таки до логического какого-то завершения и показать продукт. Вот. Но он более интересен. — Я бы еще добавил, что на самом деле профессия, связанная с информатизацией, с программированием, с конструированием, в ближайшее время ожидается бум этого всего дела. Потому что, как вы, наверное, заметили, сейчас информационные технологии везде у нас проходят. И люди, которые умеют программировать, настраивать, чинить, создавать вот эти технологии, они будут очень востребованы в ближайшее время. Поэтому я рекомендую молодежи сейчас заниматься этим серьезно, потому что очень скоро они будут востребованы. Если они сейчас уже обучатся этим технологиям, то их просто с руками и ногами возьмут первыми. — Ну а как вы думаете, персональные роботы-то все-таки будут? — Будут. — И чего от них ожидать? — Будут. То есть уже на рынке есть несколько подобных продуктов. На данный момент их функционал весьма ограничен. И, можно сказать, какой-то персональный робот. — А что он делает сейчас, на данный момент? Ныне существующие роботы. — Допустим, скажем так, одна американская компания производит такие игрушки в виде динозавров, которые могут общаться с детями, рассказывать сказки, помогать детям изучать английский язык, так как игрушка общается с внешним миром, с человеком на английском языке. То есть подобные вещи умеют уже, скажем так, роботы. — Ну а как вы думаете, не закончится это тем, что искусственный интеллект захватит Землю и поработит человечество? — Закончится, закончится. Шутка, конечно. — Перспективы более радужные, да? — Я думаю, что человечество заложит какой-то механизм, который остановит всех роботов. — Да, красная кнопка будет. — Будет, конечно. — Все-таки, мне кажется, человечество должно быть осмотрительным в использовании подобных систем. С одной стороны, роботы, они значительно упростят жизнь, людей освободят от каких-то, скажем так, рутинных вещей, но, с другой стороны, это все-таки несет опасность, которую можно не заметить. — Какую? Например? — Потому что роботы поработят мир незаметно. — Ну вот, мне кажется, смартфоны уже, в общем-то, нас потихонечку лишают живого общения, а роботы на нет его совсем не сведут. — Ну, смотря как их использовать. — Сможет ли робот полноценно, как вы думаете, однажды заменить человека? Или все-таки настолько совершенным этот механизм? — Ну, этот вопрос очень философский. — Например, можно ли сказать, что человек, который сидит целыми днями дома и общается с другими через социальные сети, что он разговаривает с человеком? — Спорный вопрос. Я бы сказала, скорее нет, чем да. — Ну, я считаю, что роботы, может быть, не в самом ближайшем будущем, не в течение пяти-десяти лет, но заменят человека и смогут овладеть теми функциями, которые может исполнять человек. То есть, допустим, в производстве, в общении, там еще в каких-то вещах. — В такси. — Ну, слава богу... — Просто все дело в нашем воображении, что... То есть мы не можем себе это вообразить, что такое-такое может быть. Но наука, прогресс, вот, они не стоят на месте. И, ну, я думаю, что 20, 30, 50 лет, вот, то есть мы сможем уже увидеть подобные машины. — Есть такой создатель автомобиля Тесла, как его? — Илон Маск. — Илон Маск, да, извиняюсь. Он предсказал, что он сейчас уже занимается автомобилями без людей. Где-то понадобится порядка 30 лет для того, чтобы за рулем практически не было людей. — Скоро чувствуется, людей не будет нигде. Наверное, все будут сидеть дома, управлять роботами, общаться через интернет. — Можно ездить на машинах, которые будут везти их куда хотят. — Но все-таки пока до этого еще есть время. У нас есть Центр молодежного инновационного творчества, где мы пока только учимся создавать роботы. В планах что-то есть? Центр только работает. Понятно, надо развивать то, что имеется. Но, может быть, есть уже какие-то планы. Что будет дальше? — Да, планы, конечно, есть. В первую очередь это касается нашей социальной миссии, и идущей далеко за пределы центра, мы проводим и организуем научно-популярные мероприятия. Конечно, это мастер-классы. То есть мы выезжаем, допустим, в детский дом и проводим мастер-классы для детей. Мы выезжаем в школу и также проводим мастер-классы по конструированию и программированию роботов. Но самое главное, что мы организуем дважды в год мероприятия, которые позволяют детям, которые увлечены робототехникой, общаться между собой, обмениваться идеями, опытом и соревноваться. Это фестивали робототехники. Первый из них, как говорилось в сюжете, он проходил в апреле ушедшего 2017 года. В волейбольном центре мы хотим поблагодарить администрацию Одинцовского района за то, что она нас поддержала в проведении этого фестиваля. И без этой поддержки мы бы вряд ли смогли этот проект реализовать. Но мы провели и на очень высоком уровне. А второе такое мероприятие – это Кубок губернатора. Летом этого года мы презентовали Андрею Юрьевичу идею проведения Кубка по робототехнике среди ребят из Московской области и ближайших регионов – Москвы, Рязани, даже из Донбасса кто-то приехал. Это мероприятие собрало порядка 200 команд, свыше 200 команд на площадке Дома правительства Московской области. Мы до сих пор сами не понимаем, как эти люди там уместились, с учетом того, что это была одна из площадок этого кубка. Но мы считаем, что это одни из самых крупнейших соревнований роботов в Московской области, которые когда-либо проходили. Но я думаю, что это не последние соревнования. И мы думаем, что подобные фестивали, соревнования будут проходить каждый год, и в том числе в апреле этого года. Соревнования командные? Да. Терапототехника, в принципе, это наука такая командная, насколько я понимаю. Да, обычно на начальном этапе уже дети делятся по типу работ, которые они выполняют в проектах. То есть кто-то, соответственно, программирует, а кто-то конструирует. И в зависимости от этого они подстегивают друг друга. Ну, конечно же, это очень сложно делать без наставника, без тренера. Поэтому помогаем. Что входит в задачи тренера? Вот что входит в задачи спортивного тренера, все примерно понятно. А вот что тренер по робототехнике делает? Ну, смотрите, стоит разделить, наверное, соревновательную часть и проектную тематику. Я очень много занимаюсь соревновательной темой. Я расскажу про соревнования, Дмитрий, может, про проекты. По соревновательной – это подготовка к конкретному виду соревнований. Будь то это лабиринт, где робот должен вслепую пройти по лабиринту и найти необходимый предмет или какую-то точку. Необходимо сделать робота, натренировать. Потом мы используем систему внутренних единоборств. То есть дети друг с другом соревнуются и обмениваются опытом. И только пройдя все эти этапы, дети идут на дальнейшие соревнования, на дальнейшие этапы. А дети как относятся к этому соревнованию? Нет такого перетягивания одеяла на себя? Нет, это лучше я сделаю, нет, у меня получится лучше. Или команда, как правило, сплоченная и на общий результат работает слаженно? Ну, на самом деле, создать хорошую команду – это очень непростая задача. Порой бывает, что в процессе подготовки команда разваливается, объединяется с другими ребятами. И всякие психологические моменты, за которые тоже отвечает тренер. Насколько я понимаю, власти и региональные, и районные. Я извиняюсь, про проектную деятельность. Давайте про проектную деятельность. Про проектная деятельность – это очень интересная штука, которая позволяет детям, скажем так, которые учатся в средних классах, познакомиться с профессией инженера. То есть воплотить в рамках нашего центра какой-то инженерный проект. То есть, допустим, это может быть умная кормушка для кота, это может быть умный ошейник для собаки, это может быть какой-то дистанционно управляемый замок, квадрокоптер, какая-то умная модель, робот и так далее. Откуда берутся идеи? Дети сами придумывают? Ну, в первую очередь мы прибегаем к помощи родителей, то есть, скажем так, есть команда детей, и уже на первом этапе создания собственного проекта мы их активно подключаем. То есть, чтобы родители помогали ребятам подобрать интересную идею для проекта, то есть руководствуясь своим богатым жизненным образом. А что за ошейник для собаки? Расскажите. Интересно, что нас ждет в будущем. Значит, этот проект делают ребята, которые занимаются у нас в центре. Они очень любят собак, то есть оба из них имеют дома таких питомцев. То есть, два автора этого проекта, да? Да, и этот ошейник позволит им отслеживать, где в текущий момент времени находится питомец. То есть, если он вдруг потеряется, куда-то убежит, вот, и то есть он всегда будет на связи. То есть, вот такой... А эти изобретения их можно назвать в какой-то степени уникальными? И вот в данном случае, если это уникальные изобретения, то, наверное, нужно как-то защищать? Ну, скажем так, в чем-то можно, да, назвать уникальными. Какие-то из этих изобретений, они повторяют то, что есть на рынке, но ребята, скажем так, они что-то улучшают, какой-то функционал, что они считают недоработанным в этом, как бы, изделии, которое есть на рынке. Ну, я так понимаю, если ошейник, там, с GPS, наверное, каким-то трекером, это, в принципе, такая вещь, ну, понятная всем, то вот миска интеллектуальная для кошки – это что-то очень необычное. Вот я раньше о таком не слышала. Большинство из нас сталкивается с ситуацией, когда надо ехать в отпуск, там, не знаю, там, на море, еще куда-то, и часто бывает не с кем оставить домашнее животное, там, на неделю, на две. Вот, подобная кормушка, она позволит частично решить эту проблему, то есть питомец всегда будет накормлен, вот, туда заправляется определенное количество корма, и это устройство определенными дозами насыпает корм в миску кота или собаки, или иного домашнего животного. Вот вы сами сейчас как, больше занимаетесь руководством, или все-таки робототехникой тоже, конструированием, моделированием? Мы занимаемся всем. Всем понемножку. Очень сложно пересилить желание самого преподавать, вот, это первое. И второе, все-таки необходимо, ну, я считаю, что на данном этапе развития нашей организации, да и в будущем, необходимо также заниматься, быть внизу, руками делать какие-то определенные вещи. Например, я вот преподаю, то есть, достаточное количество времени сейчас, вот, и это помогает, в том числе, вот, обновлять технологии, которые мы используем в работе. Мы все преподаем. Интерес к робототехнике, так понимаю, есть не только у вас, у детей и у властей тоже. Власти и региональные, и муниципальные поддерживают. Конечно, безусловно. То есть, как я говорил, что муниципальные власти очень круто поддержали идею проведения фестиваля в волейбольном центре, очень круто поддержали идею создания молодежного инновационного центра. Вот, значит, и региональные власти также оказывают поддержку, то есть, как говорилось в сюжете, да, и субсидиями, и организационно. То есть, тут можно, допустим, проиллюстрировать поддержку Кубком губернатора. Вот, то есть, это такая вот инициатива, которую Андрей Юрьевич Воробьев увидел, поддержал, и она собрала на площадке Дома правительства Московской области порядка полутора тысяч юных робототехников, инноваторов, которые обменивались опытом, вот, заряжались позитивом, соревновались. Вот, вот так. Сейчас все чаще говорят о том, что необходимо уроки робототехники в школе преподавать, но, может быть, не на обязательной основе, а в том числе факультативно. Нужно ли это? Или достаточно кружков? Кто захотел, тот пошел, а кто не захотел, тот, соответственно, не пошел. Хороший вопрос. Ну, я считаю, что эксперименты, которые сейчас проходят с внедрением робототехники в школу, эксперимент хороший, но проработав уже несколько лет с ребятами, в том числе в школах, могу сказать, что, ну, робототехника, наверное, нужна не всем. Вот, то есть массово внедрять ее насильно ребятам в том объеме, в котором мы преподаем в своих кружках робототехники, наверное, не стоит. То есть, может быть, есть смысл вводить какую-то проектную деятельность, в котором бы кто-то занимался более такой технической частью в проекте, кто-то оформлял, что-то рисовал. То есть, в такой форме, я думаю, робототехника бы в образовательных учреждениях бы прижилась. Я добавлю к тому, что сказал мой коллега. В проектах часто есть несколько составляющих. Есть техническая составляющая, то есть сам робот, сам механизм. Есть дизайн составляющая, то есть чтобы этот проект, он красиво смотрелся. Есть экономическая и бизнес составляющая, то есть проработка, скажем так, бизнес-модели, маркетинговой стратегии. Вот тут гуманитарий может пригодиться, кстати. Да, безусловно, безусловно, умение гуманитария. Это даже навыки актерского мастерства. То есть, то, чего нет у многих технорей, к сожалению, это умение презентовать свой проект. Вроде бы проект сам по себе хороший, заслуживает поддержки, да, и интересен потенциальному потребителю, теоретически. Но человек или команда не могут его презентовать так, чтобы донести ценность этого проекта этому потребителю. Еще одно дополнение. Гуманитарий нужный в проектах, я очень рекомендую быть им, потому что никто, как гуманитарий, не расскажет о проекте, о продукте простым языком, чтобы был понятен слушателям. Но тут возникает другая сложность. Как-то надо все это объяснить гуманитарию, чтобы гуманитарий понял, о чем ему надо рассказать простым языком. И работая в среде технорей, рано или поздно разберется, задавая вопросы. Ну и плюс мы в своих проектах также готовим, чтобы они умели выступать. То есть, в любом случае, мы подготовим все. Очень приятно заканчивать программу на этой ноте. В общем, технорей гуманитарий. Нет никакого конфликта, только взаимопомощь и взаимовыручка. В общем, одни без других никак. И стоит это иметь в виду. На сегодня программа «Разберемся» завершена. Увидимся совсем скоро на ОТВ. До новых встреч.